Лесопарк – одно из любимых прогулочных мест рязанцев. Здесь есть зона для занятий спортом, широкие променад и тенистые аллеи, лавочки и детские зоны. Сюда приходят с детьми и в одиночестве. Здесь можно встретить тех, кто совершает пробежку или просто дышит воздухом. О том, что это не только зеленая зона для разнообразного отдыха, но и очень интересная с точки зрения истории места, до недавних пор мало кто догадывался. Интересных фактов, которые удалось обнаружить в архивах при подготовке маршрутов, оказалось очень много. А неподалеку, люди узнают, что стояла церковь Воскресенье Сгонного, и это неподалеку от вашей телекомпании, за колокольник, который зацепился сам Крикутной в 1931 году. Отсюда было, читаем все, а, да, вот так вот было. Я говорю, да, эх вы, пойдемте, сейчас такое расскажу. Маршрутов несколько, все они разные, у каждого экскурсовода своя тематика – флора и фауна, лесопарка, история и интересные факты, или известные личности, с чьими именами связаны те или иные точки в зеленой зоне. Что выбрать, зависит от вашего круга интересов. Длится экскурсия порядка полутора часов. Лично я и каждый экскурсовод, они дают и историю Рязани, и всякие интересные исторические факты из старинной, древней даже жизни нашего города. Все-все-все. Вот мы прошли первый маршрут, я им рассказать успел, моим, я их называю, друзья, все, кто пришел на экскурсию, это друзья. Всем от основания Рязани, 925-летия, до, значит, есенинских всяких историй, 125-летий у нас сейчас все. И, естественно, все это в контексте лесопарка. Получилось, мне кажется, очень здорово, во всяком случае, даже пожилые люди, люди с детьми и маленькие собачки, все дошли до Орехового озера и вернулись обратно, живы здоровы, всем понравилось. Новый туристический маршрут открывается в рамках празднования Всемирного дня туризма. Ежегодно, к 27 сентября, в городе появляются новые туристические точки или предложения, которые интересны не только гостям нашего города. В этом году, 27 сентября, у нас будет проходить фестиваль туристических маршрутов. Это 16 экскурсий, которые будут сортовать из разных точек. Рязань историческая, Рязань романтическая, Рязань усадебная, вкусная Рязань, сказочная Рязань. Для всех горожан и туристов будет подходящее какое-то наполнение и для детей, и для взрослых, и для молодежи, и для всех, кто чем интересуется. Один из четырех маршрутов по лесопарку тоже будет в программе фестиваля. Все экскурсии в этот день будут бесплатными. Для самостоятельно прогуливающихся по парку установлены информационные щиты. А узнать больше и глубже можно, заказав экскурсию по, казалось бы, хорошо знакомому месту в музее путешественников. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».